В эфире телеканала Самарагис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Ударит рублем по грязи и разгильдяйству. Извечный спор о том, где чище там, где убирают или там, где не мусорят, особенно актуален сейчас, когда весна всем показала, кто где хлам кидал. Хотя иные словам предпочитают грабли, веники и метла. Традиционная генеральная уборка города сейчас как раз в самом разгаре. И вот пока одни по долгу службы, другие по зову совести, наводят чистоту. Предполагается, что на главный сегодняшний субботник выйдут 150 тысяч самарцев, другие, простите за прямоту, гадят. В разных странах по-разному карают те, кто засоряет окружающее пространство. В Сингапуре факт известный. За это вообще можно в тюрьму загреметь. В Европе предпочитают бить по кошельку. Так захотели в Германии выбросить мебель в неположенном месте, готовьте 600 евро. За окурок 35. У нас к несознательным гражданам не столь строги, надеюсь, это дело будущего. Но вот коммерческие фирмы уже научились приводить чувства. Если в той же Германии охоту на нарушителей Орденга ведут так называемые мусорные детективы, то в Самаре тоже есть свои санитары города. Правда, официальные их должности звучат не столь романтично, но суть от этого не меняется. У каждого председателя районной административной комиссии свои методы борьбы с нарушителями. Кто-то предпочитает для начала поговорить по душам. Наши поездки далеко не всегда заканчиваются штрафами какими-то. В основном мы людям напоминаем о себе. Разные же люди на свете бывают, правда? Ну а кто-то от последнего китайского предупреждения сразу переходит к методу кнута. Честно сказать, мы стараемся не предупреждать. Люди и так, когда берут на себя ответственность возводить какие-то строительные объекты, они и так, я думаю, знают прекрасно, что можно делать, чего нельзя делать. Как бы не дети, чтобы предупреждать. Только штрафы. Председатель административной комиссии железнодорожного района Артур Сидоренко убежден, путь к совести коммерсанта лежит через его кошелек. Год назад эта дорога стала намного короче. Идея Самарской мэрии ужесточить наказание за нарушение правил благоустройства нашла понимание в губернской думе. И штрафы из декоративных от 5000 рублей превратились в существенные. До миллиона за повторное безобразие. Главные нарушители – это управляющие компании, те, что предпочитают мусор копить, а не вывозить. И строители. Грехи последних особенно очевидно весной. Давайте пройдем, посмотрим, видите, вот так же неудовлетворительное содержание. Мусор – это остатки, видимо, пенопласт, как покрытие для фасадов. А еще следы гряди от грузовиков, покосившийся забор, наспех сбитый и разрисованный граффити. В вершине ко всему в нем зияет дыра. Смотрите, вот здесь вот там кусок профиля, который свалился. И абсолютно вплотную стоит спортивная площадка для учеников школ. Я считаю, что это недопустимо. Рядом со стройкой здесь, на пересечении Гагарина и Мяге, расположены сразу две школы – средняя и вечерняя. Компания «Град» одной рукой творит хорошее дело, возводит дом для обманутых дольщиков. Ну а другой портит жизнь тем, кто из окон вынужден лицезреть этот далекий от совершенства пейзаж. То, что сроки, они строительства существуют, и, конечно, строительные организации хотят побыстрее все закончить. Но давайте не будем забывать о том, что пролегающая территория, жильцы, которые живут вокруг этой стройки, они тоже люди, которые хотят жить в чистом городе. За все за это будем привлекать. Ну вот сколько это грязь? Во сколько, если я вы оцениваете плане штрафов? Мы по каждому факту, по каждому факту, мы составляем протокол. Я думаю, все-таки коллегиальное решение будет максимальное. Максимально все нарушения, их зафиксировали на фото, здесь тянут на 50 тысяч рублей. На ковер застройщиков вызовут уже на следующей неделе. Мы когда их будем вызывать? На среду? Да. В 14.00? Да. Строительная компания «Град». Да. Хорошо. Впрочем, здесь, на Амяге, еще не самый худший вариант. Стройка за домом молодежи, бетонными реками и глиняными берегами куда больше впечатляет. В феврале и марте, когда снег прикрывал суровую действительность, здесь еще можно было пройти. Но и тогда местные жители возмущались. Ужасно. Просто ужас. Как считаете, что... По колено в грязи. Вот сейчас все растает, невозможно будет ходить. Будем ходить вот там, в круговую. Пессимистичные прогнозы сбылись. Вот на этом месте, где мы сейчас с вами стоим, должно быть твердое покрытие в соответствии с правилами благоустройства. Должен быть расположен пункт мойки колес, который мы с вами не наблюдаем, к сожалению. То есть мы видим, что лежит цемент. Вот эти прекрасные жижи из цемента вывозятся дальше на территорию городского округа. Несмотря на то, что религиозная организация ведет застройку, перед законом все равны. Они начали вести строительство осенью, когда вот самая-самая грязь пошла. И жители просто шквал звонков по поводу того, что грязь выносится. Впрочем, последний визит административной комиссии оказался не напрасным. Вот мы видим людей. Можно к ним подойти. Давайте подойдем, спросим. Почему они так ведут себя? Мы к вам. Мы к вам снимать, я не еду. Так вот, делать как раз вот в этом. Что, зачем? Как зачем? Мусор, что ли? Конечно же. Иди, чертоводство нужно. Выясняется, что с подрядчиком, который отказывался внимать доводом административной комиссии, епархия уже расторгла договор. На смену пришли другие люди. И у районов чиновников, наконец, забрежила надежда договориться миром. Мы только получаем сейчас договор. Мы сейчас купили для мойки машин специально оборудование. Сейчас будем вести речь с епархией о том, что нам разрешили здесь, оплатили строительство асфальтированной площадки. Хорошо. Действительно, очень рада. Надеюсь, что будет взаимопонимание, что правила благоустройства будете соблюдать, потому что близлежащие дома очень сильно раздражены. Нам тоже вопросы очень важны, потому что мы не знаем, как дальше будет работать нам. Кажется, здесь штрафы, в общем-то, будут серьезные. Мы прекрасно понимаем, да. Желаю вам успеха, чтобы поменьше вы с нами встречались и поменьше было звонков от жителей недовольным. Но не все нарушители ведут себя адекватно. В Куйбышевском районе вот уже скоро год пытаются вразумить компанию «Аквастрой». Но пока негласная война завязла в судебных окопах. Ну вот такой ширины, ширины, была глубокая траншея. Как вы думаете, вот велика вероятность, что туда кто-то свалится? Вы посмотрите сейчас, вот это разве благоустройство? Вот что это? Это провалы сплошные одни. Что они будут, в какие сроки делать, что у них на уме? Это просто безответственное отношение тех людей, которые занимаются ответственным делом. Все это было напоминает махновщину какую-то. Эти траншеи в поселке Кряж Аквастрой раскопала, прокладывая коммуникации для южного города. Земельная работа при этом вела незаконно. Документов и фирмы и по сей день нет. Об элементарных правилах безопасности подрядчики тоже не подумали. Нет ни ограждений, ни сигнальных лент, ни мостков. А есть сотни метров от разрытого пустыря жилой массив. Это не шутки, убежденный Игорь Тимонин, глава местной административной комиссии. Халатность строителей дорого обходится людям. В этом он и на личном опыте однажды убедился. И вот однажды ночью с рюкзаком приехал и шел домой. И вот так же была яма коммуникационная. Никаких рождений, никакого подсветки. Был дождь, ливень, не видно этой ямы было. И я туда упал вместе с рюкзаком. Я просто эти ощущения помню хорошо. В нашем районе упал ребенок, но это было еще года, наверное, 4 или 5 назад. Ошпарился. В Кировском районе девочка погибла. Вот то же самое вот из-за этого. Я уже не говорю о том, что просто люди, которые падают и сами выбираются. После того, как стало очевидным, что с Аквастроем по-хорошему не договорится, компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Коммерсанты подали иск в суд и в конце марта проиграли его. Сейчас пытаются взять реванш. Апелляцию рассмотрят в мае. Игорь Тимонин убежден, бизнесмены только себе делают хуже. За повторные нарушения они вполне могут расстаться уже с миллионом рублей. Они пытаются отыграть, потому что штраф-то, конечно, большой. Но остается вот вопрос, почему же, ну, даже чисто по-человечески, непонятно их, почему за все это время огромное, которое прошло, они так и не удосужились взять разрешение. Раз. Не появилось ни одного ограждения. Два. Я уже не говорю там о фонарях. Конечно, платить штраф не всем это приятно. Да всем неприятно, скажем. Есть некоторые, которые думают, что к ним предвзято отнеслись, там, например. Но у нас есть закон, кроме жалости. Глава административной комиссии говорит, этот случай, пожалуй, один из самых запущенных в его восьмилетней практике. Многие предпочитают не доводить конфликт до абсурда. Ну, а во время городского месячника в Кубшевском районе вообще объявили негласный мораторий. Коммерсантам дают шанс самим убрать за собой. Они знают прекрасно, что когда средник закончится, мы обязательно поедем по району и посмотрим. И если кто-то спустя рукава или вообще проигнорировал этот месячник, они, конечно, будут в сфере нашего внимания. По программе Локс? Очень жестко, да. Раньше вообще 4.11 статья была непопулярной. Она... там и текстовка самой статьи была не очень удачной, скажем так. Вот. И штрафы были небольшие. Поэтому она особо не применялась никогда. Не работала? Не работала, да, эта статья. Это редчайший случай, чтобы по этой статье кто-то кого-то привлекал. А когда уже над формулировочкой поработали региональные законодатели, вот все бы статьи были бы такими, вот рабочими, вот именно дисциплинирующими, вот именно. Дисциплинировать нарушителей призваны и всевидящие ок осознательных граждан. Те, кто в ТОСах не числится, а работают, еще задолго до месячника начали свои рейды. И многие нашли таки управу на свою управляющую компанию. Полина Николаенко, председатель ТОСа «Перспектива», молчать не будет. Не вывезли мусор? Получите протокол, который затем отправляется в административную комиссию. Мы там всех знаем, звоним и говорим, вот почему столько-то сейчас, два часа, до сих пор мусора не вывезем. Ну и там мне объясняют, что ладно, там чуть попозже, там или как. Короче, мы добиваемся того, что в этот день обязательно мусор будет вывезем. Протоколами, юридически грамотно, их учат составлять на специальных семинарах. Свою административную комиссию забрасывают и активисты ТОСа «Возрождение». Здесь, на Нагорной, живет закоренелый нарушитель. Владелец частного дома предпочитает хранить свои стройматериалы практически на проезжей части. Раньше с ним пытались вести воспитательные беседы. Теперь научились пользоваться более весомыми для кошелька аргументами. Сейчас ждем реакцию. Но я думаю, что когда сумма дойдет до более серьезных, он отреагирует и уберет территорию. И мы будем жить уже здесь в чистоте. Так что настучать на соседа – это не всегда плохо. Ведь каждому нарушителю сотрудник административной комиссии не представишь. А здесь вот налицо взаимодействие власти и общества. Хорошо, если это и прямо войдет в практику. Тогда может и желающих подпортить городской пейзаж поубавиться. Уверен глава департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Мировая европейская практика говорит о том, что чистота соблюдается в основном в тех городах, где активно работает муниципальная полиция, муниципальный экологический контроль. Для того, чтобы сейчас не ждать решений сверху, у нас сейчас усиливается административная комиссия. Будет также сформирован при главе города единый коррекционный совет, центр, который будет координировать работу административной комиссии района и более жестко спрашивать с нерадивых организаций. И люди будут понимать, что спрос обязательно будет. У нас их более 10 тысяч организаций в городе. Если каждая организация будет следить и вовремя убирать территорию, за которой она закреплена, город будет чистым. Об этом говорит и мировой опыт. Кстати, пресловутый миллионный штраф еще никому не назначили. Это пока больше психологическое оружие. Самая существенная санкция была в промышленном районе. Две строительные компании должны отдать казне 650 тысяч рублей. Всего же только за первый квартал этого года административные комиссии наказали 3000 нарушителей на 4 миллиона рублей. Понятно, что все штрафованные сразу же бегут в суд. При этом пытаются изменить даже копеечные санкции. Видимо, дело принципа. Но судебная практика пока на стороне административных комиссий. Лишь каждое десятое дело проигрышное. Думаю, еще немного, и бизнес все-таки поймет, что проще вести себя по-человечески, чем тратиться на бессмысленные судебные тяжбы и штрафы. Ну а непонятливые, пусть платят. На сегодня это все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.